И в завершении выпуска 6 июня в нашей стране традиционно отмечается День Русского Языка. Этот праздник учрежден президентом Российской Федерации в 2011 году. Примечательно, что годом ранее Департамент общественной информации ООН провозгласил 6 июня Международным Днем Русского Языка. В России, да и во всем мире, этот праздник неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Это стихотворение Александр Сергеевич написал 181 год назад. Но даже сейчас, спустя почти два века, в России трудно отыскать человека, который не знал бы наизусть хотя бы несколько строк из его произведений. Мой дядя самый честный в правил. Когда ни шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мебалетное видение, как гений чистой красоты. На лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе там. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом, идет налево, песнь заводит, на право сказку говорит. За свои почти 38 лет Пушкин написал порядка 800 стихотворений, 7 сказок, 12 законченных поэм, 8 драматических произведений. И это только наиболее известная часть его творчества. Его называют солнцем русской поэзии. С его именем неразрывно связана славянская культура. Неудивительно, что день русского языка традиционно отмечается в нашей стране именно 6 июня, в день рождения великого поэта. На самом деле, пожалуй, любой поэт и писатель, он не стоит на той полосе, на той ступеньке, как Александр Сергеевич Пушкин. Мы назнакомимся с Пушкиным, с его сказками с самого раннего детства. Мы это слышим еще практически лежа в колыбели. Мамы и папы, и бабушки, и дедушки нам рассказывают эти сказки, поют прекрасные песни, которые на самом деле сам Александр Сергеевич Пушкин когда-то слышал от своей бабушки, если вы помните, да, и прежде всего, конечно же, от своей няни Арины Родионовны. Сегодня по всей стране традиционно проходят мероприятия, посвященные жизни и творчеству Пушкина. Вот и в Есенинской библиотеке Александра Сергеевича любят и помнят не меньше, чем поэта, чье имя она носит. Каждый год здесь проходят лекции, викторины, чтения в память о Пушкине. В библиотеку приходят дети разных возрастов, и для каждой группы подбирается своя программа. Мы решили вот им показать материал о Пушкине, немножко рассказать о книгах. Наша цель, самое главное, чтобы ребята ушли из библиотеки и запомнили, что есть такой удивительный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Эти дети с творчеством поэта знакомы и неплохо. На вопросы отвечают быстро и правильно, глаза горят желанием узнать еще больше. В этом стремлении им помогают сотрудники библиотеки. Наталья Хохлова активно участвует в подобных мероприятиях, с удовольствием рассказывает детям о Пушкине. Признается, для нее поэт как старый друг. Свой человек. Ну, он таким и был. Я думаю, что он бы, может, если бы мы как-то встретились, он бы ухаживал за мной в определенном моем возрасте. Может быть, мы поговорили бы с ним о поэзии. Может, он написал бы мне что-нибудь в альбом. Но я его вот так воспринимаю, как своего. Пушкина называют основоположником современного русского языка. Он умел писать просто о сложном. Наверное, поэтому его произведения так легко запоминаются и остаются в памяти на всю жизнь. Когда он стал писать свои стихи вот так, как он писал, это было революцией в то время. Это вот действительно было. То есть, стихи были такие возвышенные, с какими-то сложными словами, с сложными оборотами. А Пушкин сделал обычную, простую речь стихами. По закону? Что за слово? Я не слыхал такого. Слово царское дано? Значит, дело решено. Его стихи простые, но такие гениальные. Мы перечитываем их, помним наизусть, цитируем. И, пожалуй, можно сказать наверняка, пушкинская поэзия срока давности не имеет. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ.